Кстати, интересная информация, что машины издают необычные слуги на этом месте. Я думаю, периодически слышно. Ура! Невосеменность. Всем привет! Это лесок, в котором я ночевал. На самом деле это парковая зона возле замка форта Дедюка. И вчера со мной приключилась необычная история. В 12 часов я сбежал просто с хостела, который снимал. Потому что появились клопы, которых я никогда в жизни не видел. Но хорошо, что есть палатка и я автономен. Так что все хорошо. Всем хорошего дня. На связи. Пустынными улицами Лиссабона. Машины иногда ездят, правда. Осмотр города я отложил на неопределенное потом. А сейчас хочется, конечно, из него побыстрее выйти. Чем я и занимаюсь. Несмотря на закрытые дорожки, люди все равно бегают и тренируются. У меня завтрак, который является обедом. И делюсь с вами своим любимым блюдом походным. Очень энергетичным и полезным. Авокадо с тунцом в масле. Приятного аппетита! Гуляют люди с собаками. Интересные такие здания. Иду головой верчу. Хочу взять его с собой в парк. Чудом не закрытый. Единственный парк города Оэйреш. Даже велосипедисты едут. Идинственный парк. Кто под водой, а кто и над водой. Привет, ели день! Да, друзья мои, в Португалии есть такие дома уникальные, но заброшенные. Столько элементов у этого особняка. Прям видно, как он когда-то функционировал. Каменные лавочки были расставлены среди сада. Интересно и печально одновременно. Возле железной дороги часто располагаются очень интересные особняки. Но в не очень хорошем состоянии. Чувствуется былое величие. Однако сейчас это упадок. Вот и Кашкайш. Пустынные улицы. Курортные. В городе, конечно, люди крутятся. В супермаркете. Продукты. А здесь все замерло. Вот и есть. Продолжение следует. Продолжение следует. Пусть вaks près. В двух километрах от города Кашкайш горит маяк Гия. Здесь вообще огни горят с 1523 года. Здесь очень знаковое место, важное для кораблей, чтобы оно было обозначено огнями. Ну а меня всегда притягивают маяки, как места какой-то своей определенной силы, своего характера. Всем доброе утро. Вот такое тоже бывает. Просыпаешься и прям в луже. Лежишь как в ванне. Хотя сначала проснулся и думаешь, прекрасно, растянул тен, все чудно. Еще можно полежать, а потом оборачиваешься и ты просто, вот твои все кроссовки в воде, все в воде. Ты просто в ванне. Ну ничего не поделать. Сильнейший дождь. Надо собираться. Будет идти очень влажно. Всем хорошего дня. Ну а здесь шумит река от дождя. Целый водопад. Те три точки впереди, это серферы, ждущие волну. Такие же оптимисты, как и я. Давайте, ребята, на волну. Класс. Где-то там, за дождем и туманом, находится мыс Рога. Если бы не такой плотный дождь и не атмосфера, мы бы увидели его. Ну а пока просто мой путь идет туда, на самую западную точку Евразии. Так это место выглядит хорошего погода. Солнечное. Прекрасное место. И так оно выглядит сейчас. Мне нравится, что в Португалии много деревянных дорожек, которые ведут на пляж. Ну, если есть песок такой, который сложно идти. Когда идешь в облаках. Я в нескольких километрах от мыса Рога. Здесь обалденная влажность. Очень плотная, насыщенная. И вы видите, калы растут прям под дубами, которые все в мхах. Вот и мыс Рога. И его маяк. Самая крайняя точка Евразии. Ну и сюда ходит автобус. В обычное время сюда можно на нем приехать. А сейчас этот автобус курсирует просто пустой. Вот так вот. Сидит водитель, наслаждается. Можем даже с вами проверить. Пусто. Невероятно, друзья. Перед мной формируется облако. И уже перед вами онлайн. Не знаю, видно на видео. Ну и открываю секрет. Я на самой западной точке Евразии. Мыс Рога. Обалденнейшее место. И особенно сейчас самое пустынное. Никого. Так, это постамент, который говорит нам, что мы на мысе Рога с вами. Маяк. Ну и кофеечек идет. Это было самое огромное место. Прекрасный момент. А сейчас все резко поменялось, как действительно на краю света. загадочный момент. Ну что, кофеечек. Пьем за вас всех здоровья, терпения. И пусть все будет у всех хорошо. Сегодня такой прекрасный день. Радует меня солнцем. Иду я по прекрасному лесу. И иду я по нему не потому, что он красивый, хотя это так и есть, но еще потому, что в городах сейчас лучше не ходить. Комендантский час до 13 апреля. Знаковая дата, я думаю. помогает, я думаю. Продолжение следует...